Добрый день! Сегодня мы поговорим про Google Аналитику. Ради я вам расскажу, что это за вид счетчика, как его правильно установить на ваш сайт, как дать доступ другим специалистам и как смотреть в нем все необходимые отчеты. Поехали! Google Аналитика – это особый вид счетчика от Google, который в первую очередь предоставляется для анализа посещаемости вашего сайта, оценки поведения вашего пользователя, проверки источников переходов на ваш сайт, а также которые позволяют отследить, какие цели были достигнуты пользователями вашего сайта, на каких этапах посещения. Да, в нем можно смотреть, откуда он пришел, непосредственно какой путь по сайту он сделал, на каких страницах большая часть пользователей ушла и многое другое. Даже SEO-специалисту этот сервис будет полезен, потому что в нем можно увидеть скорость загрузки вашего сайта, проверки работы AMP-страниц – это оптимизированные страницы, которые необходимы для быстрой загрузки на мобильных устройствах. И также они пригодятся для анализа контекстной рекламы. Да, она незаменима для анализа контекстной рекламы Google AdWords непосредственно прямо в Google Аналитике. Google Аналитика также незаменима, если вы являетесь информационным сайтом. Да, вы можете связать непосредственно вашу аналитику с AdSense – это специальным блоком, который размещает рекламу на вашем сайте – и отслеживать эффективность кликов вашей рекламы. Для интернет-магазинов также будет полезно строить электронную торговлю на Google Analytics, чтобы отслеживать непосредственно возврат инвестиций по вашему сайту. Вы можете отследить, за сколько денег, условно говоря, пришли пользователи на ваш сайт и также отследить, сколько денег они вам принесли. В этом видео я расскажу непосредственно, как установить счетчик Google Аналитики на ваш сайт, как дать доступ и как смотреть самые главные отчеты. В первую очередь перейдем на сайт Analytics Google.com. Если у вас до сих пор еще нет счетчика, его необходимо создать. В окошке «Администратор» нужно выбрать «Создать новый аккаунт». Аккаунт – это новый сайт, на который нужно будет установить непосредственно наш счетчик. Здесь мы можем настроить счетчик на веб-сайт или на мобильное приложение. В нашем случае это будет сайт. Называем сайт так, как называется наш сайт. Название сайта вписываем точно так же, так для того, чтобы его было гораздо легче идентифицировать. Урл сайта вставляем в урл вашего сайта, который вы будете ставить счетчик, который будете отслеживать. Здесь мы выбираем тип бизнеса вашего сайта. В зависимости от типа выбранного сайта, он будет отгруппирован к нужным видам. Если это новостной сайт или интернет-сообщество, выбирайте нужную категорию. Если это обычный интернет-сайт, просто выбирайте «Бизнес и промышленность». Очень важно отнестись к выбору часового пояса. В первую очередь ставьте тот часовой пояс, в котором вы будете непосредственно просматривать отчеты. Именно это влияет на выбор отчетности за сутки. Потому что сутки начинаются в разных странах по-разному. Если вам нужно выбрать Москву, Москва находится с часовым поясом плюс 0. Галочки, которые здесь ставятся для техподдержки, рекомендуются. Я оставляю обычно, чтобы они были активны. Почему? Потому что необходимые информации о новостях и продуктах желательно вовремя получать. При нажатии «Получение идентификатора отслеживания» нужно принять просто форму. Она стандартная. И все, вуаля, вы получили ваш счетчик. Созданный счетчик можно установить разными способами. Если у вас сайт находится на WordPress, можно при помощи плагинов достаточно прописать либо этот код вашего счетчика, либо вставить его как есть непосредственно в код HEAD шапки. Да, необходимо вставлять его непосредственно в HEAD. Также его можно использовать через диспетчер тегов. Если у вас стоит диспетчер тегов, просто отправьте этот код непосредственно через него. После того, как вы установили счетчик, необходимо дать доступы. И здесь очень важно знать, какие доступы кому можно давать. На весь ресурс, кому можно дать доступы. А на каком случае можно дать доступы непосредственно на отдельные представления. И да, непосредственно в Google Аналитике есть такая возможность. Особенностью Google Аналитики, в отличие от Яндекс.Метрики, является именно возможность дать доступ не просто на весь аккаунт, а на отдельный его ресурс. В частности, я расскажу вам, почему доступы к разным ресурсам здесь настроены по-разному. Непосредственно аккаунт это некий один большой аккаунт, который в себе может соединять сразу несколько сайтов. Вы можете заметить, что вы можете создать еще ограниченное количество аккаунтов непосредственно в этих настройках. В то время, как вы можете в пределах одного аккаунта создать сразу несколько ресурсов. Это несколько сайтов, на которые вы можете направлять трафик. То есть, например, если у вас сайт есть на разных доменах, прекрасно на один аккаунт можно заделать сразу все его ресурсы. Поэтому, если вам нужно дать доступ непосредственно для отдельного сайта, который вы добавили в аккаунт, вы просто нажимаете на управление доступом и даете доступ непосредственно для определенной группы пользователей, либо одного пользователя. Добавляем пользователь, вписываем e-mail, даем нужные уровни доступа и здесь пишем любой e-mail нашего клиента, либо нашего SEO-оптимизатора. Итого, здесь мы можем непосредственно настраивать доступы на разный уровень доступа. И это значит, что мы можем дать доступ для сайта, чтобы пользователь, который заходил, мог изменять, либо просто читать, либо просто смотреть совместные отчеты и сохранять совместные отчеты. Об этом да. Доступ этому дается в зависимости от разных задач, дается в разных окошках. Я не рассказал про окошко представления. Что это такое? Представление это некая надстройка, которую вы даете на рамках какого-то сайта. Зачем это нужно? В данном случае, если вы владелец сайта, у вас есть стандартное представление, все данные по веб-сайту. Если вы хотите дать SEO-специалистам какую-то свою другую настройку, чтобы они делали свои действия, создайте для них особое новое представление. То есть, обычно мы всегда создаем новое представление и называем его SEO. Если ваш SEO-специалист работает в другом часовом поясе, дайте ему его часовой пояс. Например, если наш SEO-специалист будет работать из Украины по киевскому времени. Соответственно, у него сразу будет поставлен его часовой пояс. И даем ему доступ. Он может редактировать, менять, анализировать его. Хотел уточнить. Есть такая галочка. Обратите внимание. Она здесь находится внизу, выделена отдельно. Почему ей не рекомендуется давать? Если вы даете какому-то стороннему специалисту и ставите сюда галочку, будьте уверены в том, что если вы поставили галочку сюда, он может дать доступ на сторону кому-то еще. Либо удалить кого-либо и вообще из этого представления. То есть, конечно, владельца он не удалит, но нужных людей может удалить. Поэтому я рекомендую ставить только первые три галочки. Если же вы работаете SEO-специалистом первоначально, вы можете на первом этапе дать время на доступ ему на ресурс, для того, чтобы он сделал ряд действий по связке. В первую очередь нужно связать ваш с аналитикой с Google AdWords. Зачем это нужно? Связывание AdWords с аналитикой позволит сделать следующее действие. Вы можете отслеживать аудитории ремаркетинга. То есть, те, кто посещали непосредственно ваш сайт, вы можете направить непосредственно этих пользователей при помощи рекламы AdWords снова. Затем, как только вы связали эти аккаунты, вам сразу система предложит создать аудиторию. Система предложит нам создать аудиторию ремаркетинга. Мы ее создаем, называем ее так же, как она есть. Выбираем наш рекламный аккаунт, наш аккаунт Google Аналитики. В итоге вы должны получить что-то подобное этому. Все, готово. Аудитория ремаркетинга готова. И теперь, если вы зайдете в Google AdWords, у вас будет среди списков аудитории ремаркетинга наша аудитория посетителей сайта. Самое важное, что нужно связать непосредственно в Google Аналитике, это Search Console. Search Console это бывший вебмастер Google, который говорит все SEO-ошибки, всю SEO-статистику по вашему сайту. Непосредственно связывается, происходит в разделе все продукты. Вы переходите в раздел Search Console, нажимаете установить связь и выбираете нужный ресурс, который вам нужен. Важный элемент, который мы будем сейчас устраивать, это цели. Цели это особое событие, которое мы отслеживаем непосредственно на нашем сайте. То есть, это либо покупки, либо посещение нужных страниц, либо регистрация, либо нажатие на необходимые нам кнопки. Зачем это нужно? Мы должны отслеживать только нужных нам пользователей. Переходим непосредственно к настройке целей. Цели настраиваются непосредственно для выбранного представления. То есть, цели, настроенные для представления, все данные по сайту, будут отличаться от целей, которые настроили вы здесь. Поэтому важно нужные цели наставить в нужных представлениях. Зачем это нужно? Яркий пример. Если вам нужно отслеживать контекстную рекламу, вы создали представление непосредственно для контекстной рекламы, и отслеживаете только те цели, которые настроены для контекста. В то время, как, допустим, вы настроили цели для представления для SEOшника, который ведет ваш блог, и ваша задача отслеживать непосредственно регистрации на блоге, подписки на блог, реакцию пользователей на блоге, на комментарии. Поэтому здесь задача конкретно другие цели у каждого другого отдела, что очень сильно удобно, в отличие от большой Яндекс.Метрики, в которой все свалено в одну кучу. В целом, все цели, они настроены по простому принципу. Их всего четыре вида. В первую очередь, это цель посещения целевой страницы. Я рекомендую цели называть как-то более понятно, например, допустим, регистрация. И, например, посещение целевой странички. Если же, допустим, вы посещаете страничку регистрации, допустим, ваш уровень заканчивается регистрация успешна, registration successful, я рекомендую использовать такую настройку. Вы указываете, допустим, вашу часть Орла. Выбираете, начинается с И указываете это как основная часть Орла, что пользователь подает на эту страницу в случае успешной регистрации. Тогда эта цель зафиксируется. Ценность цели регистрации, если у вас равна нулю, значит вы ее не указываете. Если же ценность регистрации у вас имеет денежную ценность, вы можете ее сразу прописать. Валюта здесь, условно говоря, доллар. Следующую цель, которую можно создать, я так называемую цель активность. Например, для блога. Если ваш пользователь находится на сайте продолжительное время, вы можете создать цель продолжительность, назвать цель активный юзер и прописать, сколько времени на сайте он должен провести. Как выбрать оптимальное время для этой цели? Оцените в среднем, сколько времени проводит среднестатистический пользователь на вашем сайте. Если у вас есть метрика, посмотрите по счетчику метрики. Если у вас аналитика уже открутила свой трафик, можете посмотреть тоже здесь. Поэтому здесь вы выставляете значение больше, как минимум на 20%, чем в среднее время посещения на сайте. То есть, если пользователь находился 5 минут, вы выставляете минимум 6 или 7 минут посещения на сайте. Тогда это действительно будет более релевантная аудитория. Следующую цель, которую мы создадим, это будет просещение страниц экранов за сеанс. Почему рекомендуется использовать эту цель? Например, для интернет-магазина. Как определить пользователя, который очень активно ходит по вашему сайту? Который заходит в корзину, выходит с корзины, перелистывает товары, изучает товары. Это же явно ваш потребитель, потому что если он не закрыл сайт и не ушел, значит ему интересует ваш товар. Соответственно, называете цель активный пользователь и выбираете, соответственно, количество страниц больше, чем, ну если у нас бы мы сказали 7, значит мы ставим больше, чем 6. Следующая цель ставится только, разве что, при участии программиста. И я рекомендую ее использовать для лендингов или же для сайтов, у которых есть множество кнопок, которые нужно отслеживать на нажатие кнопок. Цель ставится при помощи простого скрипта. Вы выбираете название цели, выбираете тип события, переходите сюда и вы можете посмотреть, как она настраивается. Вы прописываете категорию и действия. Ярлык это если вам нужно как-то пометить этот тип целей и ценностей. Вы подумаете, что это некий китайский, но здесь достаточно все просто. Допустим, если у вас все типы, допустим, нажатия, это будут кнопки, пишем кнопка. Если это действует, допустим, нажатие на кнопку, либо, которое нужно отслеживать при нажатии, ставим клик. Ярлык, давайте поставим, если это кнопочка, допустим, отправки заявки, мы пометим заявка. Ценность, ну давайте будем ставить 1. Если использовать ценность, значит оставляем так, как есть. Нажимаем сохранить, но теперь эту цель нужно повесить. Чтобы ее повесить, нужно найти наш сайт, зайти на наш сайт, найти эту кнопку, зайти в код кнопки и повесить следующий код. Собственно, код, который мы будем давать программисту, выглядит так. SendEventButtonClick, здесь может быть наш лейбл, который ставится. Лейбл. И здесь мы видим настройку, например, для баннера или для окошка. Собственно, эта цель ставится на успешное нажатие на кнопку. Поэтому для настройки здесь без программиста вы вряд ли что-либо сделаете. Но такие цели создать нужно. Программисты это делают очень быстро и это обходится дешево. Понятно, что отслеживать цели абсолютно всех нажатия кнопок на сайте бессмысленно. Нужно отслеживать только те кнопки, которые непосредственно как-то влияют на наш бизнес. То есть, если у вас лейбл имеет несколько кнопочек, как, например, вот этот сайт. Например, у нас есть сайт, который занимается загранпаспортами. У него есть кнопки, которые переводят его на нижнюю форму. Отслеживать нажатие этих кнопок бессмысленно. Ну, вы не имеете никакой коммерческой ценности, если пользователь нажимает на эти кнопки. Но коммерческую ценность представляет, например, исключительно вот эта кнопка. Она отправляет непосредственно заявку на сайт. Поэтому вот здесь на событие показа спасибо, мы с вами свяжемся и нужно ставить цель. Ну и, собственно, как смотреть все необходимые отчеты в Google Аналитике. Какие отчеты важны, что нужно смотреть и какие необходимые отчеты нужно сохранять для себя, для проверки, допустим, SEO-специалиста или настройщика контекстной рекламы, или линкбилдера, или того, кто делает краудмаркетинг вам на форумах. Проверить настройку целей на вашем сайте. Вам нужно всего лишь перейти в раздел конверсии в режиме реального времени, понажимать непосредственно на наши кнопки и посмотреть, какая цель получилась. Также можно посмотреть непосредственно, с какой стороны сидят сейчас на вашем сайте, откуда приходят в основном те посетители, которые к вам пришли и какой контент они в данный момент просматривают. Также можно отследить события. Это непосредственно те настроенные события, которые мы настроили. Следующий отчет это аудитории. Заходя в аудиторию, мы можем посмотреть сразу, откуда пришел к нам трафик, в каких объемах он заходит и можем увидеть детализацию по часам, по неделям, по месяцам. Это очень важно для отслеживания активности на вашем сайте, поэтому Google Аналитика это делает очень удобном формате. Аналитика наводит визуальную всю информацию. На основном экране вы можете увидеть язык, распределение по тегам языков, по какой стране в основном приходит на наш сайт трафик и из каких городов. Можно также оценить, из какого браузера в основном приходит к вам пользователь, из каких операционных систем он в первую очередь посещает твой сайт. Ну и очень важно оценивать мобильный трафик. В основном, какой трафик у вас приходит с мобилок, какая ценная операционная система И очень интересный отчет это разрешение экрана. И да, мы можем быть удивлены, заходят очень часто пользователи с очень маленьким разрешением экрана на ваш сайт. Mobile First выдача имеет огромное значение сейчас на рынке, в частности в Google. И если вы будете продвигаться при помощи Google, вам нужно обязательно адаптировать мобильную версию под вот эти разрешения, которые вы сейчас видите. Если вы хотите оценить также целевую аудиторию вашего сайта, пожалуйста, вы можете увидеть демографические данные непосредственно по полу и по возрасту посетителей вашего сайта. Но довольно-таки точно определяется отношение мужского и женского аудитории и также возрастной аудитории. Зачем это нужно? Если вы будете настраивать контекстную рекламу, я бы в первую очередь сделал возрастное ограничение по контекстной объединенной сети рекламу на мужчин, нацеленную на аудиторию 25-34. Также, если я буду настраивать контекст, я остановлюсь на интересах. Интересы это некие категории пользователей, которые посещают те или иные сайты. Я могу оценить максимально, какая самая популярная виды интересов у той аудитории, которая посещает мой сайт. И выбрать непосредственно для настройки контекстной рекламы. Если я не буду таргетироваться на эти аудитории, я хотя бы сделаю корректировку ставок для этих пользователей. Также очень важно отслеживать поведение на вашем сайте. Непосредственно следить, сколько пользователей возвращается на ваш сайт, а сколько приходит новых, можно увидеть в отчете новые и вернувшиеся. При переходе в раздел «Периодичность и давность» можно отследить, какое количество сеансов делает какое количество пользователей за выбранный период времени. А «Вовлечение» позволяет оценить, сколько времени и какой процент аудитории проводит на вашем сайте. Мой любимый отчет, который мы будем сейчас смотреть, это называется «Источники трафика». В источниках трафика мы можем посмотреть, откуда переходят пользователи на наш сайт, какой средний у них показатель отказа, какое количество страниц на сеанс и какая средняя длительность сеанса у каждого вида пользователей. Как мы видим, наш сайт по SEO продвинут в первую очередь. Самый большой трафик у нас идет по органике. Собственно, мы и есть SEO-компания, которые продвинули наш трафик при помощи SEO наш сайт. Но большая часть клиентов приходит непосредственно по прямым заходам. Это методы продвижения, которые используются в обязательном порядке. То есть, где вы размещаете ссылки, отправляете ссылки клиентам через почту, через все что угодно. Они эти ссылки сохраняют себе в избранном и потом возвращаются на ваш сайт. Реферал – это когда ссылки находятся на каких-то либо источниках, сайтах, которые вы разбросали по всему интернету. Как мы видим, в основном трафик льется на наш сайт с абсолютно разных SEO-сайтов и не только. Кнопочка Social отвечает за соцсети. Вы можете посмотреть, из каких соцсетей к вам идет непосредственно трафик. Наш основной источник трафика – это сейчас является YouTube. У нас есть свой YouTube-канал, который вы сейчас смотрите, и из него мы в основном тоже получаем наш трафик. Раздел Display – это контекстная реклама AdWords в виде баннеров. Это также может быть контекстная реклама в Яндексе, которую мы пока сейчас еще не настраивали. И непосредственно баннеры AdWords, которые располагаются на любых других блогах. Нажатие на них переводит пользователя непосредственно на наш сайт. Я так скажу, в среднем релевантность этих объявлений довольно высокая. И в среднем пользователи, которые попадают на те или иные рекламные страницы, остаются на сайте гораздо дольше, чем это было бы, допустим, от других видов источников трафика. Про e-mail я не буду говорить непосредственно. Это вид трафика, который происходит при помощи e-mail рассылок. Да, e-mail рассылки приносит нам достаточно много клиентов, что нас очень радует. Платный поиск – это непосредственно реклама в поисковой выдаче. Если вы делаете рекламу в AdWords, вы должны знать, или в Яндекс.Директе, если вы правильно все помечаете UTM-метками, вся реклама будет попадать в этот раздел. При нажатии этого раздела вы сможете увидеть, по каким поисковым запросам непосредственно заходили к вам пользователи. Но бывает такая интересная ситуация, вы хотите настроить контекстную рекламу, вы хотите понять, что работает лучше – Google или Яндекс.Директ. Или, например, вы хотите сравнить органику в Яндексе и органику в Гугле. Как это смотреть? Потому что в этом отчете оно все смешано. Для удобства создан такой блок «Источник канал». При заходе в раздел «Источник канал» вы можете увидеть органику по Гуглу, органику по Яндексу, контекстную рекламу в Гугле, прямые переходы, прямые переходы из YouTube, сколько они приносят, email-маркетинг с email-рассылок, переходы непосредственно реферальные с комментариев и вот, собственно, реферальные с отдельных ссылок, которые мы располагали. То есть для удобства, если вам надо смотреть сразу все в одном большом списке, вы можете перейти в «Источник канал». Здесь для удобства расширьте себе, сколько вам нужно полей и изучайте непосредственно, что вам приводило трафик на ваш сайт. Если вы делали SEO и делали ссылки, отслеживайте качество переходов с этих ссылок непосредственно на ваш сайт. Исследование AdWords позволяет посмотреть сразу всю эффективность ваших рекламных кампаний просто при заходе в раздел «AdWords». В отличие от классического Яндекс.Директа, здесь вы можете увидеть название ваших кампаний, практически всю ценную информацию, которую AdWords передает напрямую в Google Аналитику. И эту информацию можно всю увидеть сразу. Соотношение конверсии, коэффициент конверсии непосредственно от вашей рекламы, ее эффективность работы, сколько в среднем вы потратили на рекламу и так далее. Преимущественным также является возможность просмотра ключевых слов и поисковых запросов, по которым заходили пользователи по вашей контекстной рекламе в AdWords. То есть непосредственно в Аналитике, не заходя даже в AdWords, у которого достаточно сложный интерфейс, вы можете посмотреть раздел «Ключевые слова» и посмотреть, по каким ключевым словам заходил трафик за ближайшее время на ваш сайт и по каким ключевым словам непосредственно уже были конверсии. Но вы можете сразу выбрать отчет «Поисковые запросы» и взять все те слова, которые сработали в данный момент по вашей кампании, но по каким-то причинам отсутствуют в вашем контекстной рекламе. Поэтому вы можете сразу их выбрать себе непосредственно, сохранить и использовать для настройки контекста. Если же вы ведете контекстно-медийную сеть, вы можете отследить, по каким ключевым словам непосредственно переходили пользователи контекстно-медийной сети, какие ключевые слова, места размещения давали вам непосредственно эффективную рекламу. То есть вы можете построить темы, интересы или ремаркетинг и тому подобное, по которым была ваша реклама. В частности, мы настроили нашу кампанию на подписчиков нашего YouTube канала. В частности, если вы подписались, вы будете видеть полезные рекламные объявления от нас. Вы можете сделать точно так же и на вашем сайте. Вы можете сделать свой YouTube канал, набрать на него целевых подписчиков и показывать свою рекламу, возвращая пользователей на ваш сайт. Или на ваш YouTube канал, если вам нужно направить тех, кто лайкал ваши видео, непосредственно на ваш канал, чтобы они все-таки на него подписались. И вот мы подбираемся непосредственно к Search Console. При подписывании сайта в Search Console в Google Analytics вы можете увидеть поисковые запросы и страницы входа непосредственно на ваш сайт. Страницы входа, собственно, те страницы, которые приносят огромное количество вашего трафика в органике. Да, у нас есть страницы, которые мы подняли в топ и они сейчас дают жирное количество трафика непосредственно на наш сайт из органического поиска. Также можно посмотреть, по каким запросам непосредственно пользователи переходят на наш сайт. Вы, правда, увидите такой Other. Это значит, что слов огромное количество и система не может их нормально классифицировать. Да, есть такая особенность, но вы можете уловить те, собственно, слова, по которым пользователи посещают ваш сайт и сделать работу над ошибками, чтобы эти слова улучшить. Здесь вы можете увидеть соотношение показов кликом, определить CTR у отдельных запросов и настроить, оптимизировать сниппеты так, чтобы получать больше CTR. В частности, продвижение YouTube канала, это один из запросов и все, что с ним связано, продвижение в YouTube, дает самый большой CTR по всем показам, которые у нас есть. В общем, в отчете карты поведения вы сможете увидеть всю картину, как пользователь ходит по вашему сайту. Какое количество пользователей теряется на какой странице. Вы можете проверить, какие страницы дают вам наибольшее количество удержания и проработать эти страницы по группе. При заходе в группу вы можете посмотреть, какая страница имеет какой процент трафика и какой у них показатель прерывания. Прерывание это значит, что пользователь закрыл ваш сайт. Зачем это нужно? В первую очередь для отслеживания интернет-магазина. Вы можете отследить, если у вас пользователь с момента захода в корзину теряется, то есть вы видите вот эту огромную красную полосу с корзиной, но не доходит до корзины успешной регистрации, значит у вас проблемы с юзабилити в этой корзине. И работайте над этим, чтобы ваша корзина работала гораздо лучше. Для отслеживания контента я рекомендую перейти в раздел контент, изучить непосредственно, как время проводят пользователи на вашем сайте. Это очень полезный отчет, который сортирует все ваши страницы по посещаемости, сравнивает количество уникальных просмотров, говорит сколько времени пользователь проводит на какой странице и какое количество показателей отказов вы на этих страницах получаете и процент выходов. И оценивает ценность вашей страницы. Ценность, правда, оценивается от общего значения ваших целей. Ну, на что я в первую очередь могу вам обратить внимание. Отслеживайте время, сколько пользователей проводят на вашем сайте. Если время слишком короткое, то есть это меньше двух минут, это проблема. Значит эта страница неэффективная, недоработанная, поэтому работайте над этими страницами. Показатель отказов. У блоговых страниц показатели отказов обычно довольно-таки высокие. Это нормальное явление обычно, потому что пользователь, обычно находясь на одной странице, обычно ее потом закрывает. Если же пользователь ходит по сайту, показатель отказов, конечно, будет ниже. Поэтому я рекомендую оценивать показатель отказов у ваших страниц, для того, чтобы выводить его на хорошее значение. Для оценки скорости загрузки сайта заходим в раздел «Обзор», меряем скорость загрузки и говорим, какие страницы у нас долго грузились. То есть мы можем зайти в раздел «Время разогрузки страниц» и посмотреть, какие страницы у нас долго грузятся. То есть и сравниваем. Если мы видим значение в красной зоне, значит эти страницы грузятся долго. Для ускорения загрузки заходим в раздел «Ускорение загрузки». Выбираем те страницы, которые у нас грузятся дольше всего и работаем над ними. Мы можем посмотреть сразу предложение по PageSpeed. Да, это бесплатный сервис, который говорит, сколько сразу у нас ошибок есть на сайте. И аналитику, которую вы здесь даете, даете доступ непосредственно вашему программисту, чтобы он исправлял ошибки сразу по Google Аналитике. И ускорял скорость загрузки. То есть по факту технический аудит по PageSpeed делать нет необходимости. Нужно всего лишь дать доступ программисту на этот раздел. Но у нас благо все хорошо, находится все в зеленой зоне, что нас довольно устраивает. Переходим непосредственно к настройке целей. Цели находятся в разделе «Конверсии». Мы можем посмотреть обзор по нашим целям, посмотреть обратный путь цели и много другой полезной информации. На что я хотел бы обратить внимание. Чаще всего на что грешат настройщики контекстной рекламы и их заказчики, заказчики грешат на настройщику, что от ваших заказов нет продаж. Да, мы иногда сталкиваемся с этим. Почему? Потому что пользователь может по контексту перейти на сайт, уйти, потом найти вас снова, но уже не через контекст. Допустим, по прямой ссылке зайти, вернуться, купить, непосредственно заказать, сделать заявку. Ну, получается, но контекстная реклама меткою, меткою, меткою не сохранится. И, соответственно, в отчете по контекстной рекламе у вас, условно говоря, работает один переход, который не привел к никаким конверсиям. А конверсия пришла, условно говоря, из прямого перехода. Как с этим бороться? Нужно непосредственно смотреть так называемые ассоциированные конверсии. Находится это в разделе многоканальной ассоциированной конверсии. Что это значит? Это если пользователь проводил такой странный путь, вы можете непосредственно отследить его, сколько времени он проводил, каким образом он достиг вашего сайта. То есть вы можете зайти в раздел основные пути конверсии, посмотреть, собственно, каким образом достигались они. Прямым переходом, бесплатным, прямым переходом или поиском. И, соответственно, можно оценить также эту длину этой конверсии. При просматривании конверсии непосредственно в AdWords, просто переходим в раздел AdWords и смотрим, какие конверсии были у нас ассоциированы в первую очередь. Она сразу говорит, какой конверсии была ассоциирована и сколько их было вообще всего. Если вам нужно отследить непосредственно все конверсии, вы можете выбрать, какие вам нужно отследить, посмотреть, какие пути были конверсии у ассоциированных и какие, собственно, виды рекламы дали вам трафик. В частности, в социальной сети у нас была реклама в Facebook, мы, собственно, делали рекламу поисковую и делали e-mail рассылку. Собственно, заявки, которые мы получили, помимо прямых переходов, были также и из рекламы. Вы скажете, это все классно, но нужно как-то эти отчеты уметь сохранять. И благо, это довольно легко сделать. Если, например, вам нужно отследить органический трафик, например, мы заходим в источник канал органики, нам нужно сохранить картинку по нашей органике. И, допустим, берем отчет с февраля месяц. Вот, мы берем, заходим в органический трафик, например, по гуглу, выбираем отчет, в частности, с понеделем. Почему я рекомендую понеделем? Потому что видна, так называемая, более прямая, потому что в будние дни трафик может быть на ваш сайт больше, в выходные дни меньше. И, возможно, этот отчет сохранить. Его можно сохранить непосредственно в настройках Google Аналитики. Тогда он будет доступен просто в представлении в разделе отчет. Либо же сохранить его в классическом формате PDF, Google Tablets или Excel, или файлом, разделенный через запятые. При нажатии его, сохранить экспорт PDF, вы скачаете файлик, который можно будет легко передать руководству, либо передать заказчику, если вы делали SEO на ваш сайт и хотите показать рост органики. Скачанный файл просто открываем, и он выглядит как полноценная картинка. Если вы хотите, чтобы здесь данных было больше, просто с предыдущей версии нужно будет выбрать другой вид представления. Сейчас покажу. В этом представлении нужно выбрать, например, не источники канал, а непосредственно, например, даты, допустим, день, день, месяц. И он вам по дням его раскидает, какие дни был, какой трафик. Либо вы можете непосредственно выбрать любой другой поисковый запрос или страница входа. И он скажет, допустим, на какие страницы у вас в первую очередь приходил трафик. Что очень сразу может порадовать вашего заказчика, допустим, если в этом списке будут те страницы, которые вы непосредственно продвигали. Ну а там все. Надеюсь, этот урок вам очень помог. В следующий раз мы рассмотрим Яндекс.Метрику и особенности ее функционал веб-визора, который пользуются все. И расскажем, как при помощи Яндекс.Директа делать такие вещи, как ремаркетинг в Яндекс.Директе и многое другое. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не упустить. И просмотрите эти видео, которые я вам рекомендую.